Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня в эфире «Город женщин». Сегодня пятница, 4 мая. И в этот прекрасный весенний день вас приветствуем мы, Серглана Амосова. Добрый день. Юлиана Ким. Здравствуйте. И я, Мария Павлова. Во все времена конкурса красоты привлекает к тебе огромное внимание. Сотни девушек ежегодно борются за звание самой и самой красивой. А зачем им это, мы узнаем с вами сегодня. А также мы с вами узнаем о том, как меняется жизнь после конкурсов красоты. И нашу студию посетит самая настоящая королева красоты. И узнаем, какими же титулами обладают мои прекрасные коллеги. Всем доброго дня. А мы начинаем. И традиционно мы начинаем свой эфир с нашей самой любимой рубрики «Фабрика идей» от Юлианы Ким. Чем же удивит сегодня нас наша гудесница? Сегодня в нашей рубрике «Фабрика идей» я бы хотела поговорить о коронах. Ее могут носить не только титулованные красавицы, но также можно ее одевать на выпускные вечера, в детский сад, в школу. Я вот нашла такой простой способ, как можно сделать корону. Для этого нам понадобится ободок, широкий ободок, сантиметровая лента, разного вида бусины, стразовая лента, вот такие вот гребешки, две штучки, и жемчуг, искусственный жемчуг, также плоскогубцы, щипчики, ножницы, и самое главное – это леска. Вот такая леска, она размера номер 20, то есть она идет широкая, здесь в одном наборе идет 10 метров, то есть вам вот этого одного хватит на то, чтобы сделать полностью всю корону. Итак, для того, чтобы сделать нам корону, нам сначала нужно отмерить 30 сантиметров и отрезать щипчиками проволоку. Так, затем мы берем бусинку, одеваем на середину проволоки, таким образом, и начинаем сматывать ее у основания, крутить. Вот. Мы так крутим, пока у нас не получится где-то расстояние сантиметр, один сантиметр. Затем мы берем вторую бусинку и также ее одеваем на проволоку. Так, и разворачиваем ее таким способом, чтобы в обратном направлении второй конец проволоки туда поместить. Можно использовать плоскогубцы, круглогубцы, чтобы затянуть. Вот таким образом у нас должно получиться. Теперь мы опять скручиваем. Так. Вот. И одеваем еще одну бусинку. Таких бусинок мы должны одеть 3 или 4. Затем мы должны сделать несколько таких. И будем украшать нашу корону, наш ободок, с помощью проволоки и бусин. То есть мы должны будем сделать... Сначала мы набрали 30 сантиметров, да? Потом 28, потом 26. И так на уменьшение у нас будет корона в виде треугольника. Вот. Наверху будет длинная часть, которую мы сейчас сделаем. Опять закручиваем. Так. И еще одну одеваем, четвертую. То есть получается в первой у вас будет 4 бусинки, во второй и третьей 3 и так далее на уменьшение. Да. И в самом конце я сейчас покажу, как мы сделаем, как можно установить гребешок. Гребешок, он устанавливается для того, чтобы корона надежно держалась на голове. И так вот мы надели четвертую бусинку, закручиваем. У нас вот должно получиться вот такое вот. Такая красота. И ровно на середину нашего ободка мы одеваем нашу проволочку и закрепляем ее у основания. Закрепляем. Тоже с помощью плоскогубцев. И вот так вот мы можем регулировать и длину, да? Да. И цвет, в принципе, от выбора. Можно использовать не обязательно жемчуг, да? Можно использовать разного вида бусины. Стразы, сваровские. Вот. Мы установили, смотрите, мы установили нашу первую основу. Затем дальше мы сейчас вот пойдем на уменьшение, да, как я говорила. Но сейчас я вам покажу, как установить гребешки. Для этого нам понадобится клей-пистолет. Мы его на кончике вот так вот помещаем. Так. Затем гребешок приклеиваем. Так. И со второй стороны тоже. А эти материалы все доступно продаются, да? Да. И причем очень бюджетно получается. Вот. Мы установили два гребешка. С двух сторон. А сейчас, значит, мы сделаем вот с помощью жемчуга, да? Еще несколько таких отделов. И, да, забыла сказать, что вам еще понадобится косая бейка. Для того, чтобы, когда мы все закончим устанавливать, да? Проволока же может поцарапать голову. Поэтому мы у основания вот так вот приклеим на косую бейку. Чтобы было помягче, да? И снаружи, и снутри. Так. И сверху косой бейки мы сделаем стразовую ленту, чтобы у нас все сверкало, чтобы все блестело. Все, и красота. Да. А кому мы сегодня подарим эту корону, это останется у нас сегодня сюрпризом. Да, давайте об этом узнаем в конце передачи. А мы продолжаем. И сейчас наша еще одна традиционная рубрика «Полезный инстаграм». С вами рубрика «Полезный инстаграм». Когда я провожу прямые эфиры или встречи, да, посвященные именно теме инстаграм, мне очень часто, ну, это, конечно же, самый распространенный вопрос, как же сделать свой инстаграм гармоничным, ну, понятным, полезным. И когда запросов накопилось очень много, я придумала онлайн-курс, который называется «Полезный инстаграм». 30 апреля уже выпустился второй выпуск, и он был особенно для меня волнительным. И знаете почему? Потому что его прошла моя коллега Ильяна Ким. И как человеку, который вот что-то придумывает, что-то делает, ему всегда, ну, приятно получить какую-то обратную связь. И сейчас я бы хотела узнать у Ильяны, ну, насколько он тебе был полезен, и что ты нового для себя узнала. Ну, во-первых, на прошлой передаче, когда ты анонсировала о своем курсе, онлайн-курсе, я очень сильно заинтересовалась, потому что я понимала, у меня есть рабочая страничка, где я выкладываю свои изделия, которые я делаю на заказ. И я думала, как же мне сделать ее красивой. Я узнала очень много нового. Например, как правильно оформить шапку профиля, как правильно фотографировать, да, как правильно размещать предметы таким образом, чтобы они смотрелись гармонично и красиво. И потом я узнала, как писать текст. То есть ничего не надо придумывать. Все, что вы чувствуете, вот вы проснулись, я сегодня начала свой день с того-то, с того-то, с того-то. Все должно исходить от души. Ты это уже применила на практике? Да, я уже применила. И ты чувствуешь уже то, что у тебя растут подписчики, то, что у тебя появляется больше лайков. Да, потом еще некоторые секретики тоже я узнала. Как сделать так, чтобы вы комментировали вашу фотографию, как сделать так, чтобы ее побольше лайкали, да. Ну и самое главное, чтобы был качественный контент, чтобы подписчикам твоим было интересно. И по многочисленным просьбам после выпуска второго потока пришло очень много сообщений. И для тех, кто тоже хочет научиться подружиться с Инстаграмом, я приглашаю вас на курс, который у нас стартует уже 14 мая. Пишите мне в директ, и мы будем вместе украшать, делать лучше ваш Инстаграм-аккаунт. А мы продолжим про нашу Юлиану, которая у нас, как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. И оказывается, у нее есть титул «Самой настоящей королевы красоты». Что за титул у тебя, Юлиана, расскажи сама. У меня есть титул «Леди профсоюз-2007». Значит, он проходил 11 лет назад в ДК «Культура» имени Кулаковского. Вот мы смотрим фотографии сейчас. Организатором этого кокруса был Риском профсоюзов. госучреждений. Я тогда работала в Ултумане. И меня выдвинули в качестве участницы. Я долго думала, соглашаться мне или нет. Но потом я собралась как бы с духом. Потому что обычно, когда тебе говорят, ты не сможешь, зачем тебе это надо, меня это наоборот подстегивало. Меня многие отговаривали. Меня наоборот это подстегивало. Как это так? Как это я не смогу? Почему? Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть, как говорится. Ну, я согласилась и абсолютно об этом не пожалела. Потому что я познакомилась со многими людьми. Это вот и визажист Мария Давыдова, и Дора Николаева, наш модельер. Наша коллега. Да, потом Лена Голубь, которая помогала мне очень сильно. Я научилась, как правильно фотографироваться. Мы же делали фотосессии, у нас был онлайн-голосование. А до этого конкурса у тебя были опыты фотосессии? Нет. Первый раз все. Я тогда и даже не знала, что есть, ну, можно красиво накраситься, да, чтобы обратиться к профессиональным визажистам. Как-то вообще такого даже опыта не было. А тут прямо все. И нас учили, как правильно ходить, дефиле, да, как правильно держаться. Я как-то чувствовала, что я даже по улице по-другому стала ходить. Как высоко голову поднимать, плечи расправлять, да. И этот конкурс очень положительно на меня повлиял. Я стала более уверенной, более раскрепощенной, более коммуникабельной. Он мне придал сил. И что самое интересное, что интервью в тот момент у меня брала Мария Павлова. Но об этом мы узнали спустя 11 лет, познакомившись здесь на нашей передаче. Я помню тот момент, Юлиана действительно была самой яркой участницей этого конкурса. Я тогда только начинала свой журналистский путь. И меня отправили снимать репортаж с этого конкурса. И вот там мы познакомились. Юлиана, вот вспомни тот момент, когда тебя короновали, объявили. Когда назвали мое имя. Я очень долго, ну не знаю, минут, секунд пять, наверное, стояла. И не понимала, что назвали мое имя. У меня такой шок был. Ну, конечно, сначала же награждаю с меньших мест, да, мисс Абаяни, мисс Дружба. А что ты чувствовала, когда вот ты чувствуешь, что остаешься самым последним? Да. Ты уже догадывалась? Там 50 на 50. Либо я вообще вылетаю, либо я уже на первом месте. 50 на 50. Чувства такие волнительные. Когда назвали мое имя, я стояла. И только потом, через несколько секунд пошла. И мне надели корону. Чувство было потрясающее. Потому что эта корона, она не переходящая. Она сделана из серебра. Она у тебя осталась всю жизнь. С собой. И таких конкурсов проводили буквально три. Спасибо, Юлиана. Мы продолжим об этом сразу после рекламы. Еще раз добро пожаловать в город женщины. И мы сегодня говорим о конкурсах красоты, к которым мы еще вернемся. А пока мы приглашаем к нам нашу следующую гостью. Это директор семейного турагентства «Красный чемодан» Екатерина Кириллина. Здравствуйте, Катя. Девочки, всем привет. Очень рада всех видеть. Еще раз здравствуйте. Прекрасно выглядите. Спасибо большое. У вас тоже есть титул, я знаю. Да, кажется, я по адресу. Тема у нас такая благодатная. Да, у меня был тоже такой опыт, но в глубоком детстве. Я стала в третьем классе, если не ошибаюсь, коричаной Ко у себя в сельской школе. В далеком северном улосе. Так что да, есть чем поделиться. Тоже знаю, как кого-то стоять на сцене и получать корону, скажем так. Сохранила корону? Корону, к сожалению, не сохранилась. У меня сохранилась лента настоящей королевы красоты, скажем так. Но зато память какая-то. Да, и символично я была в красном, опять же, как и сегодня. Здорово. Вот и настоящие королевы должны уметь по-королевски отдыхать. Обязательно, да. Сегодня я хочу рассказать о наших тематических турах. Вообще красота и путешествие, они очень хорошо сочетаются. Знаете, когда одно дело делать красивые фотографии здесь, например, у себя в городе, а совсем другая реакция идет на фотографии на красивых пейзажах. Это только ракции другие. В том же Инстаграме не набирает гораздо больше. Миллион лайков. Это да. И получается, знаете, откуда это все пошло? Вообще я сама по себе такой не совсем творческий, может быть, человек. И все фотографии, которые я делаю на отдыхе, они мне, ну, редко когда нравятся. Поэтому появилась такая идея, хочу поехать на отдых с фотографом. Ну, с фотографом проверенным, да, чтобы мне нравились его работы. Потому что фотоуслуги это в любом случае такой, ну, довольно востребованный вид услуг за границей, но не всегда знаешь, чего ожидать. И поэтому пришла идея привлечь как-то местных наших знакомых фотографов так, чтобы они собирали группы. И мы ездили на такие тематические туры. Это же просто фото-тур, да? Супер, да. Это фото-тур, да. Впервые у нас по республике, не побоюсь этого слова, да, впервые стартовали мы в ноябре прошлого года. Поехали замечательные девушки, красавицы и умницы, Иваны и Павловы. А я ее знаю, да. Вот с ней мы собрали небольшую группу. Я сама тоже, ну, как почувствовать надо на своей, как бы, шкуре, да, поэтому я взяла своего ребенка в охапку и полетела вместе с ней. Улетели мы вместе в Индию. Знаете, очень живописные там пейзажи, буйства, зимни. Да, там очень все фотогенично. Вроде стоит какой-то, ну, старенький дом. Фотку сделаешь, вообще она классная, очень такая сочная, живая. И все вернулись с фотосессии. Все вернулись, да, с кипой классных фотографий. Мы отдыхали у моря, мы фотографировались, общались, очень сильно сдружились. И на этой вот волне мы сделали также еще несколько фототуров, опять же, с Иванной. Летали они уже еще второй раз в Индию. Мне такая удивительная страна, что туда хочется возвращаться каждый раз. Летали в Арабские Эмираты, тоже очень колоритный был фотосет, прямо на пустыне, в костюмах. Я прям представляю. А я уже хочу, ну вот, да, следующий. Следующий планируется в середине мая. Но также мы, в принципе, открыты для сотрудничества, так что если есть какие-то интересные, может быть, у вас предложения, да, у зрителей, имею в виду, можете обращаться к нам в офис. Мы открыты для любых предложений. А какие еще тематические туры вы организовали? Так как у нас вот именно такие туры начали набирать оборот, популярность какую-то, да, очень много стало поступать запросов, мы решили придумать еще что-то интересное. И вместе с ребятами из фитнес-клуба Bodyline мы организовали фитнес-фото-тур. Это такое вот бинго. Ты так немножко схуднула и зафиксировала это. Да, и это все получается на фоне пальм, да, удивительных пейзажей Таиланда. Выбрали Таиланд не случайно, потому что... То есть вы берете с собой фотографа, инструктора, да? Да, худеем там, допустим, да, там подтягиваемся. Но там это больше, чем просто как бы фитнес, да, турбо получается. All-inclusive неа, да? All-inclusive неа, поэтому мы выбрали в том-то и дело Таиланд. Одни фрукты, там правильное питание, там у нас были мастер-классы по дню и так далее. Ну и в Таиланде сова кухня такая легкая. Да. Если даже очень захочешь тянуть, ты не будешь обидаться. Там не растолкеешь. Да, ну я не была в Таиланде, ничего не могу сказать. Да, там в плане вот выбора продуктов, конечно, побогаче, чем у нас, например, на Крайнем Севере. А еще какие планы есть? Планов много. Допустим, вот у нас недавно буквально был такой интересный проект. Тур-сюрприз. Девушка к нам обратилась, говорит, не хочу ни о чем думать, готова потратить энную сумму, Катя, придумай мне маршрут. Я ей полностью придумала маршрут, упаковала в конвертики, то есть наши путешественники, мама с дочкой, они знали, куда едут, зачем едут. То есть они сказали определенной суммой, и вы сами все придумали? Да. И они согласились? Она с ума пришла ко мне с этой идеей и говорит, давай, Катя, давай попробуем это. Но она, наверное, сказала нам, хочу море. Хочу море, да, у них было направление, допустим, 4 дня в Сингапуре, как-нибудь разложили наш бюджет по этим дням. Мы ее организовали, в принципе, думаю, в Инстаграме можно будет понаблюдать на нашей странице. То есть к вам можно прийти? А куда она улетела? Они улетели в Сингапур с дочкой, да, мы организовали им досуг. Прийти, сказать сумму, и вы придумаете? Да, любой каприз, как говорится. А, можете даже на всю семью? На всю семью, да. Катя, может, я вам идею подам, или у вас есть такие туры, свадьбы? Сейчас же модная очень регистрация прямо на пляже. Да, у нас есть контакты, да, есть ли? Конечно, есть ряд направлений, которые именно работают очень хорошо на свадебниках, в том числе их по-настоящему регистрируют на берегу моря, полностью организуют банкет, например, да, фотосессию, видеоклип можно снять. В общем, это рынок, он очень такой благодатный. Классно, вот раньше видели такое только в кино, а теперь... Все доступно, да. Все реально, реально. Красота и путешествие, я же говорю, очень хорошо сочетаются. Вот мы заговорили о бюджете, да, Катя, наверняка у вас есть какие-то лайфхаки, да, вот как хранить деньги в путешествии. Очень актуальный вопрос, мы обязательно перед поездкой каждого туриста за границу по путевке, да, обязательно проводим инструктажи, где мы рассказываем, как это все делается. Ну, самое актуальное, что делать с деньгами, где обменивать, в чем везти, на карте, либо наличными, где обменивать. Какая валюта этой страны, да, вот что делать. Да, обязательно. Тут, получается, история такая, кому как удобно, кто на карте, кто наличными, если наличными, то лучше обменивать здесь, в Якутске, по самому выгодному курсу, да. Допустим, если вылет из Москвы, искать в Москве выгодный курс, это довольно так, ну, энергозатратно, может быть, лучше здесь купить валюты, да. И потом на месте, на курорте уже обменивать на местные валюты, если это требуется. Что касается карты, тут тоже очень зависит от того, какая карта, какой тип, какой банк ее выпустил, да. Все подробности можно будет узнать в своем банке, где у вас какая карта. Я улетела с ней, то у меня могут, ну, какие-то вот неприятные сюрпризы там быть, да, так делать не надо. Очень желательно. И все карты принимают же, да, вроде бы. В принципе, да, все, ну, кроме мир, по-моему, да. А так все, вот, виза, мастер-карт, все виды, виз, например, да, они все принимаются успешно. Единственное, могут быть какие-то неприятности, связанные с блокировкой карты. То есть вы жили, жили в России, улетели на отдых, могут посчитать это как за, ну, опасную операцию, может быть, да. Поэтому прежде чем улететь на отдых, очень рекомендую отзвониться в банк, сказать, я улетаю в отпуск, ничего страшного, если там с Мальдив будет какая-то транзакция. Это очень легко, буквально минута. А вот если я прилетел в другую страну, везде можно обменивать деньги или только как это сделать? Да, тут тоже есть определенные нюансы, то есть получается, в зависимости от страны курс может быть разный. Ну, местечковый, то есть в аэропорту дорого, в отеле там дешевле, да, и в торговом центре может быть выгодно. Поэтому по каждой стране мы консультируем индивидуально. Но зачастую бывает то, что обменивать в банках наиболее выгодно. И безопаснее, да? И безопаснее, конечно, да. С рук ни в коем случае, то есть там могут быть разные истории неприятные, поэтому только в официальных каких-то обменных пунктах, либо в отеле, либо в банке. А если наличные с собой брать их, как хранить? Бабушки нет, это да. Потайными кармашками, мне кажется, сейчас уже не работают. В каждом отеле есть сейф, да. И деньги желательно хранить там. Не надо прятать там глубочайшие какие-то уголки своего чемодана, пусть он и красный, да. Лучше в сейф. И желательно вести какую-то первичную бухгалтерию. Тоже вот буквально полминутки утром посчитали, сколько денег написали. Ну, это как бы обезопасить себя от разного вида, может быть. Ну, мало ли, у кого рука поднимется, да. А если вы покажете, там цифры же на любом языке понятны, покажете, что вы знаете, сколько у вас денег, вы все считаете, можно себя максимально страховать от такого, скажем так, вмешательства. Ну, не дай бог никому, конечно, но чтобы ваш. Ну, и хочу дать совет по использованию денег, да, не следует все деньги обменивать на местную валюту, потому что их обратно перевести на рубли, это будут тоже, ну, какие-то потери. Лучше частями, да? Да, 100 долларов поменяли, 100 евро поменяли, посмотрели, насколько хватит нам. Купили экскурсию, покушали, там, куда-то поехали и так далее. Потом еще сотни поменяли. Ну, там, конечно, размер может меняться, но частями. Не всю сумму сразу, которую вы рассчитываете на поездку. Ну, если говорить про экскурсии, например, вот есть такое, что покупать экскурсии, ну, у оператора или на улице? Вот как вы посоветуете лучше делать? Вот это вредный совет, скорее всего. У туроператоров, как правило, идет дороже. То есть, в принципе, если вы опытный путешественник, нет никаких, ну, страхов, может быть, да, да, можете посмотреть рынок местный, там оказывают в том числе и очень качественные услуги, и на русском языке тоже есть смысл. Я никогда не отговариваю туристов, например, обращаться в уличные турфирмы, так называемые. Ну, вы можете посоветовать, да, вот тут обращайтесь, а тут нет, и как бы перед выездом можно все проконсультироваться. Да, но у нас есть какие-то фирмы, которые уже имеют отзывы, например. Проверенных, да? Проверенных можете подсказать, да? Да, обязательно. Ага. А вот самые ближайшие еще, какие туры у вас сейчас планируются? Ну, вот сейчас вот с Иванной опять планируем фототур. Середина мая, сказали, да? Да. Можете обратиться к нам по телефону, либо в Инстаграм, да, ответим. А так вот, опять же, приглашаю, может быть, интересных товарищей со своими предложениями, да, может быть, какие-то гастрономические туры, да, может быть, какие-то... Вот очень большой интерес, и, знаете, кей-поп культура, и очень молодежь интересуется, и очень часто спрашивают. А, корейская, да? Возможно, да, если у вас есть язык, например, да, или как-то вы группой болеете из-за какого-то певца, например, да, можно будет тоже собрать группу и полететь с нами на тематический фототур, на события. Это, мне кажется, было бы интересно, если бы какая-то мировая знаменитость может проводит концерт и... На концерт, да. Да, можно. Это же так классно, это прям событие на всю жизнь. Я давно, это было несколько лет назад, отправляла двух девушек на концерт, например, Жасния Тимберлейка. То есть так совпало. Уже есть такой опыт. Мы хотели в Чехию, да, и там как раз был концерт, и такая, говорю, вот есть концерт. А я хотела бы побывать на концерте с Женефрой Лопес. Вот я сейчас, когда вот это говорю, я тоже сразу подумала. Вот, найдите нам, пожалуйста, тур с Женефрой Лопесом. Хорошо, я обязательно посмотрю ее. О расписании турны и вам сообщу. И там уже скорректировать весь маршрут. Это будет такой некий тур-сюрприз, совмещенный вместе с концертным туром, да? Да. Катерина, а гастрономические туры, это что значит? Гастрономические туры обычно включают себя. Ну, там, конечно, это точно не фитнес-тур полностью. Там уже all-inclusive пойдет, да? Там уже, да, получается. Обычно, да, включаются какие-то мастер-классы по приготовлению местной кухни. А, вот это классно, да? Да, мастер-классы. Истинные гурманы. Дегустарки местной кухни, напитков, может быть, да. Мне кажется, для этого Грузия подходит просто идеально. Да. Там и вина вкусная, да, и мясо во всех видах. И для мужчин интересно будет, мне кажется. Для гурманов это прям прекрасная идея, мне кажется, да? Мы желаем, Катерина, вам, чтобы все ваши планы прям воплотились. Спасибо. Благодарны, чтобы еще больше было у вас идей. Благодарны клиентов, путешественников, побольше вдохновения. Мы поздравляем вас с прекрасной весной, пусть она у вас будет чудесной. И в эти выходные, кстати, обещают до плюс 20 градусов тепла, так что, мне кажется, если не на море, то можно на дачу. А далее у нас короткая реклама, никуда не переключайтесь. В эфире «Город женщин» и напоминаю, что сегодня мы говорим о конкурсах красоты и о самых настоящих королевах. И далее мы предлагаем вам посмотреть сюжет, героиней которого стала наша землячка, модель, участница конкурсов «Мисс Виртуальная Якутия», краса России, всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» и просто очень яркая, красивая девушка Юлия Сакса. Всем привет! Меня зовут Юлия Сакса. Я родилась и выросла в городе Якутске. На данный момент я проживаю в городе Москва. Я профессиональная певица, но в Якутии обо мне, скорее всего, кто-то еще может помнить, как о модели, которая участвовала в конкурсе «Мисс Виртуальная Якутия» и представляла Якутию на конкурсе «Краса России». Сейчас я ухожу от сферы моделинга, и я полностью посвятила себя творчеству и музыке, посвятила себя своему делу жизни. И вот самый главный и важный рецепт для женщины – это найти свое дело, найти сферу, в которой твоя душа радуется, когда этим занимаешься, когда тебе это не в тягость, когда это помогает тебе восполнить энергию, а не высасывать из тебя эту энергию. И когда в тебе эта энергия копится и растет, когда ты занимаешься любимым делом, это отражается на твоем физическом состоянии и на твоем душевном состоянии. И вот самое главное – это заниматься тем, что тебе нравится. Ну и, конечно, принимать за себя того, какая ты есть, уважать свой выбор, любить эту жизнь, наслаждаться моментом и не расстраиваться по пустякам. Всем пока! Мне кажется, еще одно доказательство того, что самые красивые и умные девушки родом из Якутии, да? А далее у нас наши следующие гости – самая настоящая королева красоты, которую мы рады приветствовать в этой студии. У нас в гостях вторая вице-мисс Дальний Восток 2006, самая фотогеничная девушка Дальнего Востока 2006, первая вице-мисс Якутия тоже 2006 – Ольга Скорик. Здравствуйте. Добрый день. Ольга к нам прилетела из Москвы прямо на несколько недель, и мы ее поймали. Оля, как Якутия вас встретила? Якутия – родная земля, встретила, как всегда, тепло. Я скучаю очень, да, меня сюда тянет. Прекрасно. И стараюсь прилетать почаще. Вот у вас титулов много, да, в 2006 году. Вот вспомните, вот свой первый конкурс. Вы проснулись, вы тогда же были школьницей. Да, мне было 16 лет, это было в 2006 году. И вы на следующее утро проснулись вот королевой и пошли в школу. И пошла в школу, да. Как вас встретили? Хоть и прошло 12 лет, но я вспоминаю, как будто это было вчера. Я проснулась, пошла в школу. Был обычный день. Конечно же, было много внимания. Я помню, как я сидела в столовой, ко мне подбегали девочки, второклассницы. Всем же было интересно. Ну, приятно. Королевы красоты в реале, наверное, хотели потрогать, да? А вот я в том году, я ходила на Мисс Якутию, я помню этот конкурс. 2006 года? Да, да, да. Я была зрителем тогда. Помнишь Олю? Ну, конечно, как же. Как же можно ее забыть? А как ты решилась вот на этот конкурс красоты? С 13 лет я ходила в театр моды наш местный в Якутске. Соответственно, была уже в основном составе. И меня пригласили в 2006 году представлять Якутию на региональном конкурсе Мисс Дальний Восток. Соответственно, конечно, я согласилась. Родные меня поддержали. И я там вот завоевала два титула. Вот вы говорите, как мама отреагировала? Мама меня поддерживала. Все родня поддерживала. Мои близкие друзья. Здорово. А вы сейчас свою дочку отдали бы в конкурс красоты? Свою будущую дочку. Знаете, если бы у ребенка возникло желание, то я считаю, что нужно поддержать. При этом как-то оградить немного от каких-то психологических моментов. Подготовить к сцене. Да, вот ты говоришь про психологические моменты. Как ты считаешь, 16 лет, такие громкие титулы, как они влияют на ребенка? Я была уже подготовлена. С 13 лет уже привыкла к сцене. Соответственно, какая-то дисциплина уже у меня была. Страхов не было. Это потому что театр мод так повлиял наверняка, да? А вот после конкурса, я вот смотрю столько титулов именно в один год. После этого вы участвовали в других конкурсах? А как раз это был год, когда я заканчивала школу. И я уже выбор свой сделала. В образовании улетела учиться. Учиться работать. Поэтому больше в конкурсах я не участвовала. Отказываетесь, да? Вот на кого вы выучились? Кем сейчас работаете? Где живете? Всем интересно? Я выучилась в районе имени Плеханова. Она экономиста. Управление экономикой на предприятии. А работаю сейчас я в индустрии теплосетей. Даем тепло в Москве, в Московской области, каждому дому. Профессия серьезная. Ранее, да. А предложения продолжить карьеру модели в Москве? Были. Были предложения. Были. Но учеба. Ну вот я не могу не спросить о росте. Ты такая высокая. Я просто... Саня, пожалуйста, давай... Вот посмотрите, какая она... Сколько она? Высокая. 1,86. Обычно... Сарглана на шпильках. Сарглана на шпильках. Обычно у нас все героини бывает ниже нас. Ты первая, по-моему. Ну, видимо, единственная. Вот я по себе знаю, то, что... Ну, я не говорю, что это высокая. То, что я была как-то всегда выше своих одноклассников, я стеснялась. Вот у тебя не было таких каких-то затруднений? Знаете, у нас был очень дружный класс, сплоченный коллектив. И мы друг друга даже не обижали. Вот я не помню из детства, чтобы у меня какие-то были комплексы по поводу роста. Нет. Это, наверное, еще влияние воспитания, наверное. Да, окружение, воспитание родителей. И тот же самый театр моды. Ольга, а как изменилась ваша жизнь после конкурса? И какой бы она была, если бы этого конкурса и этих конкурсов не было? Как вы считаете? Как изменилась? Ну, кардинальных изменений не было. Не было. Не было, да. Конечно же, какие-то перспективы уже открылись, были возможности. То же самое. Поклонников больше стало? Стало, да. Стало. Уверенности придало. А как, если бы этого конкурса не было, что было бы? Я думаю, что было бы так же хорошо. Я благодарна жизни, что у меня был такой волшебный опыт. Мы знаем, что вы еще какое-то время были нашей коллегой, работали на телевидении. Как раз после конкурса, да. Мне поступило предложение. Я около полугода проработала, а потом улетела учиться. Не хотелось продолжить? Конечно, хотелось бы. Но всегда нужно выбор делать. Ты в тот момент чувствовала то, что образование? Образование, да. Мне было 18 лет. Это выбор был очевиден уже тогда. А вот сейчас я замечаю, что девушки в основном участвуют в конкурсе красоты. Ну, в 18-м. А вот раньше, да, когда мне самой было лет 16-15, всегда участвовали 15-летние, 16-летние, да? Ну, как-то они сейчас, может, осознанно мне к этому подходят? Вот все-таки мне вот интересно. Даже вот я когда участвовала в конкурсе красоты, я не понимала, что это происходит. Просто, ну, красивое платье надеть, красиво накраситься. Ну, какой девочке это не понравится? Мне вот было, да, 16 лет, но я уже такой взрослой себя чувствовала. И мне кажется, даже дети сейчас 15 лет, они уже немного другие, чем ранее. Уже осознаннее, да? Да, они помни, помудрее. А вот я вот специально утром заходила к тебе на страничку в Инстаграм. У тебя всего 183 подписчика. Вот почему ты, ну, не открываешься? Вот почему ты считаешь, что свое должно быть только своим? Я, да, действительно, у меня закрытый аккаунт. И это какое-то мое внутреннее чувство, внутреннее решение, что я бы хотела, чтобы там только свои люди были. То есть, всех, кого я лично знаю, да. Ольга, пригласив сюда в студию вас, мы не можем не спросить о секретах красоты. Поделитесь чем-нибудь, как поддерживаете свою красоту? Ну, самое главное, это здоровое питание, занятия спортом. Я регулярно занимаюсь спортом. Сколько раз в неделю? Три. Три. Потому что больше уже сил нет. Много времени занимает работа. Правильное питание, хороший сон. А какое хобби может быть? Вот такая серьезная профессия. Вот в чем отдушина? Меня отдушина в духовности. Да, я считаю, что мы же каждый день ухаживаем за своим физическим телом. И мы не должны никогда забывать о своем внутреннем. О своей душе, о своем высшем я. И как вы заботитесь о своей душе? Ну как? Я иногда посещаю какие-то тренинги личностного роста. Да, мне это тоже очень интересно. Я полностью разделяю вашу точку зрения. Конечно, перед этим сначала досконально изучить. Узнать о преподавателях, теме, что это. А с девочками с конкурсов вы общаетесь, дружите? Знаете, мы в прекрасных отношениях, но расстояние города нас разделили, и мы следим друг за другом только в Инстаграме. Когда я прилетаю в Якутск, то я надеюсь, что мы на днях встретимся с девочкой. Вот на сколько прилетели в Якутск? На две недели. Какие планы? Наверняка море, да? Здесь уже я пятый день, да, поэтому я с близкими, со своей роднёй время провожу, с друзьями, наслаждаюсь городом. А вот с девочками с того конкурса, да, 2006 года, с кем хорошо вы поддерживаете отношения? Вообще, или с модельного агентства? Яна Мария, Татьяна Строева, Сардана Сарамятникова. Вот с девочками мы хорошо общаемся. Наверняка телезрители все узнали эти имена наши, титулованные самые красивые девушки. Ваше пожелание нашим телезрителям обязательно этой весной, в этот день красоты, который мы сегодня объявили. Я желаю в первую очередь любить себя, уважать, заниматься своим любимым делом, чтобы глаза горели. И когда у женщины горят глаза, она притягательна, харизматична и к ней тянутся. И не обязательно это, чтобы они были накрашены, да? Да, да, это энергетика. А что бы вы посоветовали девочкам и, самое главное, их мамам, которые собираются участвовать в конкурсе красоты? Которые собираются открыть этот мир красоты? Конкурс. Не бояться ничего, рисковать, идти вперед и не думать о плохом. Вот такой вот совет от самой титулованной одной из наших самых красивых девушек Якутии. Ольга, мы желаем вам удачи. Приезжайте к нам почаще. Спасибо за приглашение, это очень ценно. Я рада с вами, со всеми познакомиться. Взаимно. Мы тоже очень рады, что в эти две недели вы нашли время, выкроили посетить нашу студию. Спасибо большое. Дорогие телезрители, а далее будет короткая реклама, после которой самое интересное. Мы узнаем титулы наших саргаланы еще и никуда не переключайтесь. Далее короткая реклама, две минуты ровно. Еще раз приветствуем в городе женщины. Сегодня у нас прям день красоты и наша обещанная небольшая интрига. Какой же титул имеет наша саргалана Амосова? Сейчас она сама расскажет. Вот она уже свою корону достала, надела. Так, прям немножко волнуюсь. Какой-то год был, саргалана. Да, это было 10 лет назад, но в сентябре будет 10 лет. Мне было 18. И я участвовала в конкурсе «Мисс Толица». Ну, как вы видите, то, что корону на мне, значит, я выиграла. Да, не скромничай, выиграла его. Выиграла. Это был день города. Это было примерно 10 сентября. Было очень холодно, а конкурс проходил на улице. На улице, что ли? На улице. Да. И в купальниках тур был? Нет, мы в купальниках не выходили. Видимо, решили, что ходить по площади Комсомольской в купальниках-то не есть хорошо. Поэтому выхода в купальниках не было. Мы все представляли округа. Фотографии, видим. Ну, вот я представляла центральный округ. Ну, было очень холодно. У нас были легкие платья. И вот бывает же то, что всегда на 1 мая, на 9 мая, на День города почему-то всегда погода портится. И было очень холодно. И нам еще сказали позвать своих болельщиков. А тогда нет ни ватсапа, ни инстаграма, ни соцсетей. И ты обзванивалась. Я обзванивала, да. С мамой обзванивалась. Так, приходите, поддержите. СМС-ки отправила. Прям всем отправила СМС-ки. Ну, поддержка была, да. Я ее чувствовала. Какие туры были? Туры у нас были интеллектуальные. У нас что-то мы танцевали. Я помню, с зонтиками в каких-то красных туфельках. Потом у нас был выход. Мы почему-то решили сделать не в вечернее платье, а в свадебных платьях. Вау. Да, и вот такой был выход. Что тебе дал этот конкурс? Вообще после этого твоя жизнь как-то поменялась? Если честно, у меня особо-то ничего не поменялось. Ничего такого, что я проснулась знаменитой, у меня ничего такого не было. Но опять же, то, что не было социальных сетей, да. Не было такой какой-то масштабной поддержки, как сейчас, да, у участниц конкурса красоты. Ну, выиграла, выиграла, написали там пару газеток, ну и все, да, и все, и забылось. Ну, и в жизни, ну, я не крашусь, там, и не было такого, что меня кто-то узнавал. Ну, просто внутренняя, наверное, приятная уверенность появилась. Каждой девушке приятно, то, что там как-то ее оценили, родители были рады. Вот Елена говорила, то, что она тогда в первый раз на своем конкурсе фотосессию провела. У тебя что-то такое новое было? Нет, в этом плане я была уже опытной. Я 16 лет, ну, тогда мода такая была, то, что все посещали модельное агентство. Уже в 16 лет я знала, что такое профессиональный макияж. Портфолио у тебя было уже? У меня было целое портфолио, у меня были фотосессии. Мы знаем одну очень яркую обложку жюрфикса, где там кусочки лицов. Да, да, вот и, и может, ну, из-за того, что я уже знала, что такое и подиум, и все, да, ну, просто конкурс, да, это было, это очень хорошее воспоминание. Здорово. А, девочки, давайте покажем ваши ленты нашим телезрителям. Мы сегодня с собой принесли, да? Вы знаете, вот эту ленту я вчера специально съездила к родителям. Ага. А они у меня такие милые, да. Гордость мамы и папы же. Да, мама, папа, привет. Они ее сохранили. Угу. Вот все. Я, наверное, вот тогда, 10 сентября ее пришла домой, сняла, так она и лежала. Но зато мама с папой наверняка периодически доставались. Ну, конечно. На то они и мама, и папа, чтобы бережно хранить все наши воспоминания. Здорово. И Ляна тоже своя. У тебя прям все в стерхах. Да. Леди профсоюз. Единственное, о чем я жалею, что я не воспользовалась главным призом. А что за приз был? У меня была путевка в Китай. И почему не воспользовалась? Я не поехала из-за того, что на работе не отпустили. А там был короткий срок, там надо было в течение 9 месяцев воспользоваться. Я не успела. Вот я об этом жалею, что я не съездила. А мне подарили такое меховое манто. Да. Здорово. Ну, так как мы коронованные, а Маша нет. Надо срочно исправлять ситуацию. Об этом мы узнаем после короткого сюжета. Нет, сейчас нужно доделать нашу поделку. Юлиан, давайте покажем. Нашим телезрителям прям просим. То, что там должно быть мягкое, чтобы лоб не протирало, не давило. Так, я уже установила несколько стержней. И сейчас мы еще скажу одно. То, что, допустим, вот эти стразы, можно их использовать в качестве дополнительной стержни между вот этими жемчугами. Для того, чтобы у нас корона вся прямо переливалась, да. Но также для использования таких корон можно использовать не только такие ободочки, да, широкие. Можно маленькие, узкие. Также можно использовать стеклярус. Вот помните, у наших мам были такие бусы. Да, классно. И вот этот ободок прям напоминает ободок моей бабушки. Классно. Можно все закрома открыть прямо и можно из всего, что есть, делать корону, да? Да. Главное, чтобы... Ну, вы можете это еще делать с вашей дочкой, да? И это абсолютно не сложно, да? Вот сейчас мы будем наносить нашу ленту. Красота. Сарглана, скажи, у тебя вот дочка же подрастает, да? Ты как человек, который в конкурсе красоты уже участвовал, разрешишь ей пойти? Ну, у меня такая активная девочка, что она наверняка скажет, мама, я хочу. Ну, конечно, я ее поддержу. Ну, сама не будешь имитировать? Нет. Нет, мне кажется, вообще, когда ребенок что-то искренне сам хочет, он это доводит до конца. Да, и поэтому... Да, мне кажется, подталкивать не надо, если девочка скромная и, да, она не хочет участвовать, подталкивать ее не надо. А вот если у нее, наоборот, стремление есть, и она говорит, мама, я хочу, то, конечно, надо поддерживать. Я помню, как моя мама меня поддерживала, она давала мне всякие советы. Вот тогда без всяких спонсоров все покупали все на свои деньги. Все на свой счет, да? Да. Она мне советовала, какое платье одеть на визитку, какое на вечернее платье. Кстати, платье мне шила Дора Николаева. А? Как у нас все взаимосвязано в этой передаче, вы чувствуете это, да? Все в жизни как-то возвращается, да? Все циклично. Все циклично. И с Машей мы тогда познакомились, и сейчас общаемся, и с Дорой. А вот мы сейчас нанесем на внешнюю сторону и потом на внутреннюю. Итак, я хотела бы вам показать свои итоги фабрики идей. Сегодня мы делали замечательную корону, которую вы можете сделать вместе с дочерью. И если, особенно если она заканчивает в этом году школу или детский сад, то она вам пригодится. Для использования этой короны я использовала обычный ободок, обычные стразы, жемчуг и, значит, нить, стразовую нить и ленточки, косую бейку. Вот посмотрите, сверху я приклеила белую косую бейку, затем взяла жемчужную нить тоненькую, поверх стразовой ленты я приклеила жемчужную нить. И она получилась такая, ну, без пробелов. Красота получилась. Полностью сзади у меня гребешки, которые будут крепиться на волосах. И теперь, дорогие девушки, вы можете у Елены заказывать не только корзиночки вязаные, но и такие вот красивые диадемы. Мне очень понравилось это занятие, я хотела бы короновать нашу Машу, подарить эту корону, чтобы у нас была гармония. Девочки, спасибо большое. Ты будешь наша мисс-город-женщин. Ну вот расскажи, как ты себя чувствуешь сейчас? Я теперь самая настоящая королева. Девушки, я вам советую, что самое главное, себя ощущать королевой и тогда, и остальные к вам будут также относиться. Спасибо большое моим коллегам за такой приятный милый сюрприз. Мне очень приятно. И до новых встреч. Приятных вам выходных.